Москвич Дмитрий Быков, известный журналист и писатель, известный по обе стороны океана. К примеру, не так давно он приезжал и в Филадельфию. Не так давно, это 3 февраля нынешнего года, встреча была в клубе GCC Client Life. Московский гость Дмитрий Быков выступил с лекции «Высоцкий как зеркало эпохи». Это программа «Особое мнение» в студиях Москвы, писатель и журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, не могу вас не спросить по итогам украинских выборов. Вы вообще следили за ними? Кажутся ли они вам интересными? С украинскими выборами, мне кажется, связан мой самый удачный за последнее время заголовок в собеседнике «Шо маст гууу». И действительно, «Шо теперь будет происходить» не совсем понятно. Я далеко не верю в победу Зеленского, потому что мне кажется, что ко второму туру будут предприняты все меры со всех сторон, чтобы ему не дать победить. Первый тур как бы игрушки, показать, что мы можем человека с нуля действительно раскрутить всей страной до национального лидера. Потом дальше они начнут думать о каковы последствия, начнут говорить, что у него нет опыта, подумают, что в следующую каденцию может быть. То есть не исключено, что включится административный ресурс, возможно, разные последствия. Мне кажется, что шансы Зеленского 50 на 50 – это еще очень оптимистическая оценка. Но если даже он победит, в любом случае это хороший признак, потому что это значит, люди действительно признали, что все зависит от них. Я уверен, что политика – это область шоу, и ею должен заниматься профессиональный шоумен. Все остальное, видимо, они хотят делать сами. Всегда ли он должен быть молодым и незашоренным, что ли? Потому что вот он, Зеленский, начал с того, что начал нападать на старичков, как он сам говорит. Это совершенно не ново. Зеленский пока все делает по логике зрелища и делает совершенно правильно. Я согласен, что политика должна быть зрелищем. Для этого она существует. Россия этого почему-то боится. Пусть она будет зрелищем, а все остальное должны делать профессионалы. Сумеет он собрать команду профессионалов или нет? На этот счет у меня никаких мнений нет, я там не живу. Думаю, что сумеет. Как вы думаете, антироссийская риторика и антироссийская тема, она вообще важна сейчас для Украины? Сейчас важна, а через какое-то время утомит. Я думаю, что от Зеленского потребуются какие-то новые трюки. Обвинять Россию во всем будет уже неинтересно. Я прекрасно понимаю, что и резоны для этих обвинений есть, и логика в них есть, и причины есть. Но при всем при этом одна игра не потеха, как говорят в России. Мне кажется, что здесь нужны будут какие-то новые идеи. И чем быстрее пророссийскую проблематику забудут вообще, тем, мне кажется, вернее послужат своему будущему. А почему, как вы думаете, Тимошенко так сдалась без боя, ведь на нее не очень похоже? Вот Тимошенко как раз поступил, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что от нее все ожидали Майдана. Политик должен удивляться. Я однажды Андрею Вознесенскому спросил, почему с его именем связано так мало скандалов, так мало бурных измен на стороне, так мало попоек. И одет он всегда прилично, если не считать шейного платка. Он сказал, ну, авангардист должен хоть чем-то отличаться. Вот иногда для авангардиста хорошо себя вести – это авангардное поведение. Тимошенко обрушила ожидания, и это нормальное поведение эффектного политика. Россия признает, как вы думаете, выборы? – Признает, да, это тоже, в общем, какая разница, собственно, признает она их или нет. Может ли она, по большому счету, отменить их итог? Конечно, нет. Мне кажется, что чем быстрее Россия и Украина разойдутся в стороны и попробуют заняться своей проблематикой, тем это будет лучше. Но пора уже признать, что на данный момент это два отрезных ломтя. Впоследствии, возможно, они сольются, подружатся, объединятся. Возможно, любые варианты мы о будущем не знаем ничего. В конце концов, уж как мы ссорились со всеми соседями, а потом спокойно с ними объединялись. Нормально это было за нашу семивековую историю. Ну, сейчас вот такая история, что хватит уже друг друга беспрерывно ругать. Попробуйте жить друг без друга. Мало ли мы знаем семейных пар, которые всю жизнь погубили беспрерывными скандалами, потом разошлись и через год опять тихо поженились. Ну и нормально. То есть до этого времени вопрос о Донбассе и Крыму не может быть закрыт? Я не думаю, что он будет закрыт. Я думаю, сейчас самое правильное было бы заморозить эти проблемы, действительно. Потому что мы видим, что на полноценную войну у обеих сторон нет ни готовности, ни сил, ни желания. На мир тоже у обеих сторон никакого. Тем более, что на это не готов сам Донбасс. В Донбассе огромное количество людей, которые в Украину обратно не хотят, и у них серьёзные для этого мотивы. Ну что теперь делать? Вот видите, мне кажется, чем быстрее Зеленский сосредоточится на любой проблематике, кроме русской, на той же проблеме безработицы, тем быстрее ситуация решится. На той же проблеме образования, на той же проблеме медицины. Нацию можно объединять только каким-то созидательным моментом, потому что вечный поиск врага, в данном случае врага даже искать не надо, он сам старается. Мне кажется, как только в России начнутся ток-шоу на русские темы, градус ненависти в обществе значительно понизится. Сегодня, 21 апреля 2019 года, в социальных сетях я прочитал на сайте, русскоязычный сайт Deutsche Welle, заголовок «Состояние госпитализированного Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжёлое». После госпитализации известный писатель и публицист Дмитрий Быков был помещен в медикаментозную кому. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Диагноз «Инсульт» не подтвердился. Слава Богу, что не подтвердился. Я дам ссылку обязательно, дорогие друзья, подписчики в социальных сетях, и вы сможете познакомиться с этой информацией. Ну и верующие, не сомневаюсь, будут молиться за здоровье, скорейшее выздоровление и возвращение к активному творчеству Дмитрия Быкова. Из Филадельфии, Деви Аркадия, сегодня 21 апреля 2019 года.